Алкоголь нередко становится катализатором совершения преступлений, как мелких, так и особо тяжких. Последних в Прибайкале стало больше в прошлом году. С чем это связано, сегодня выяснял Олег Федоров. Помню, что у него вот здесь стоит канистра с бензином, у него не работает датчик на машине с бензином, у него постоянно стоит заначка, чтобы доехать. Я схватил этот бензин и пошел, облил там все, полностью всю комнату. Бросил спичку, выбежал с канистры, поставил ее сюда и пошел к себе домой. Итогом этих действий стала гибель 48-летнего мужчины и его 81-летней матери. Все произошло в Братский год назад. Вчера убийца был осужден, он отправится в тюрьму на 23 года, но людей это уже не вернет. А причина трагедии – личная неприязнь, подогретая алкоголем. К сожалению, в Иркутской области за минувший год число именно подобных, особо тяжких преступлений стало больше на 16%. Об этом было сказано на коллегии прокуратуры Прибайкалия с участием начальника ведомства по Сибири. В ходе коллегии прокуратуры Иркутской области по подведению итогов работы за 2022 год начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу Юрий Русанов обратил внимание на негативные тенденции в динамике преступности. В частности, он отметил, что возросло количество особо тяжких преступлений, убийств и покушений на них, фактов причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом и преступлений, совершенных ранее судимыми несовершеннолетними. Убийств в прошлом году было совершено на 16 больше, чем годом ранее. 248 человек погибли насильственной смертью. Зафиксировано 126 эпизодов нанесения тяжкого вреда здоровью. И на 13 малолетних рецидивистов стало больше. Одна из причин, по мнению экспертов, огромное количество зон и тюрем на территории региона. Но и другие факторы влияют на всплески агрессии в обществе. Ситуация сейчас сложная, и время, в которое мы живем, оно еще более неспокойное в текущих условиях, чем раньше. Ну и вот это вот общее неспокойствие и в целом события, они, конечно, влияют достаточно негативно на людей. Не каждый человек может абстрагироваться. И есть тенденция, вот коллеги мои тоже отмечали, что даже в школах что-то как-то с детьми творится не то. То есть они какие-то все взбудораженные, они все какие-то взволнованные, кто-то даже более агрессивный становится. Но, чтобы отвлечься от негативных мыслей, стоит отметить, что в целом количество преступлений на территории региона снизилось почти на 4%. Сегодня Прибайкале занимает 58-ю строчку в рейтинге регионов по нарушениям закона. Стремиться есть куда. Хочется, чтобы мы оказались внизу этого списка. Олег Федоров, Владимир Пинаев, новости по будням.